На борту были 92 человека. Артисты ансамбля Александрова, сотрудники Минобороны, журналисты федеральных каналов и директор фунда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли. Борт направлялся из Москвы в Сирию с дезаправкой в Сочи. В этом году мемориал жертвам авиакатастрофы установили в центре Адлера в сквере на набережной реки Мзымта. Рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Он был создан родными погибших с помощью меценатов в виде почти двухметровой открытой книги, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Сегодня на мемориале прошел траурный митинг. Десятки сочинцев и гостей курорта пришли, чтобы отдать дань памяти погибшим. Прежде всего, это память о моих друзьях, это мои коллеги. Я с командиром экипажа летал на этом самолете. Поэтому жизнь так научилась, что надо отдавать дань уважения, так отец учил. Напомню, 19 декабря 2019 года представитель потерпевших адвокат Игорь Трунов сообщил, что Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году. По словам юриста, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, а само постановление об этом составляет государственную тайну.